Общее сведение. Пограничный пигментный невус чаще всего бывает врожденным новообразованием. Режем появляется в детском возрасте, пубертатном периоде или позже. Наряду с невусом ата, голубым невусом, меланозом дюбри или гигантским пигментным невусом пограничный пигментный невус может претерпевать злокачественное перерождение. Поэтому дерматология относит его к меланомопасным невусам. Пограничный пигментный невус. Симптомы пограничного пигментного невуса. Пограничный пигментный невус представляет собой уплощенный узелок серого, черного, светло- или темно-коричневого цвета. Его размеры бывают от нескольких миллиметров до 4-5 сантиметров, но чаще не превышают 1 сантиметр. Поверхность невуса гладкая и сухая, может быть немного неровной. Отличительной особенностью является отсутствие роста волос, даже пушковых, на поверхности невуса. Пограничный невус не имеет излюбленной локализации и может располагаться на любом участке тела, в том числе на ладонях и подошвах, где другие виды невусов практически не встречаются. Обычно пограничный невус является одиночным образованием, но встречается случай множественного невуса. Разновидностью пограничного невуса является кокарный невус, характеризующийся постепенным усилением пигментации по периферии образования. За счет чего с течением времени невус приобретает вид концентрических колец, отличающихся различной насыщенностью окраски. Изменение цвета пограничного пигментного невуса, его резкое увеличение появления трещин, эрозии или бугристости на его поверхности. Возникновение покраснения вокруг невуса или расплывчатость его границ могут свидетельствовать о злокачественной трансформации и Требует безотлагательной консультации дерматолога. Диагностика пограничного пигментного невуса Пограничный пигментный невус диагностируется в ходе дерматологического осмотра и дерматоскопии. Дополнительным методом является сиоскопия. При подозрении на малигнизацию невуса требуется консультация дерматоонколога. Биопсия кожи из области пограничного пигментного невуса обычно не проводится, поскольку такое травмирование может дать толчок. Его злокачественному перерождению. Гистологическое исследование осуществляется после удаления невуса хирургическим или радиоволновым методом. Пограничный пигментный невус дифференцирует от других пигментных образований веснушек пигментных пятен невуса сетона. Меланоза дебриеля – голубого невуса.